Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала! Приветствую вас в откровении, приветствую вас в новой восприимчивости и предлагаю вам тему, очень интересную для всех нас, Анны Авериной. Дорогие друзья, с начала января пришла новая волна энергий, которые покажутся вам достаточно жесткими, так как их частота намного выше частоты ранее проводимых энергий и в разы выше уровня частот, превалирующих в нашем мире. На сознание людей эта волна повлияет ощутимо. Возможно, ощущение тоски, ностальгии, депрессивные состояния, обострение заболеваний на фоне системы органов кровообращения и мочевыделительная система. Эту волну энергий почувствуют практически все. Чтобы справиться со своими состояниями эффективно, полное доверие к происходящему, открытость входящим энергиям. Много раз говорилось, что изменения неизбежны. Энергии идут сильные и очень высокочастотные. И их цель – постепенно менять эту планету и наполнять ее. Это периодический вселенский процесс, и он никак не зависит от людей и от их желаний или нежеланий чего-либо. Сейчас важно отслеживать свои состояния. Контролируйте, но не сопротивляйтесь. При открытости, входящим энергиям, при свободном пропускании их через свои тела, состояние будет улучшаться, вплоть до ощущения беспричинной радости, внутренней свободы и полета. Будьте в покое, в доверии, будьте в любви и в благодарности. Пусть ваши души наслаждаются процессом, из-за которого многие пришли в этот мир и в эти времена. Все эти состояния создают систему нового восприятия, нового взаимодействия. И это информационное пространство и одновременно взаимоотношения между людьми. Все начинает изменяться и сопоставляться с пространством новой мерности, которое человек должен определить как новое состояние себя. Будут полностью потеряны те личные качества, состояния, привычки, особенности, привязки, которые были у человека раньше. Его форма, его мышление, задачи, его уровень восприятия, его тело будут видоизменены. в такое состояние, в такие системы, которые позволят полностью перейти от опыта третьей мерности к опыту пятой мерности. Четвертая мерность – это начальная школа и подготовка к будущему существованию в пятой мерности. В пространстве четырехмерности человек становится независимым, свободным, счастливым и гармоничным. Эта свободная независимость, гармония и счастье достигается путем достаточно сложных программных преобразований, которые происходят по инициативе Творца. Это выглядит как замена одних программных файлов на другие файлы. И их взаимосвязь начинает разрываться в самом базовом соотношении на уровне программы страха, на уровне инстинктов выживания, на уровне привязок по отношению к пространству, к своим детям и так далее. Для третьей мерности это был опыт. Для четвертой мерности это накопленные ошибки, которые необходимо убрать, зачистить, преобразовать в состояние конструктивных коэффициентов, в состояние программ нового свойства. Все, кто решил остаться сейчас на Земле, все, кто решил остаться сейчас на Земле, будут преобразовывать весь свой опыт конструктивный и продолжать опыт осознанного состояния взаимосвязи с пространством четвертой мерности через преобразование этого пространства и изучение его возможностей. Преодоление этих достаточно тяжелых состояний, внутренних переживаний, поскольку любая замена программы, любая система, которая перераспределяется, заменяется в составе программы высшего «Я». Вызывает у человека достаточно болезненную реакцию. следовательно, принимать эти знания можно либо через доверие к источникам информации, либо вообще не принимать с точки зрения его осознания. Сам по себе процесс перепрограммирования будет идти более 7-8 месяцев. Практически для всех переходящих, которых пока насчитывается около 23%, по некоторым источникам 40%, то есть практически каждый четвертый человек на Земле находится в состоянии перехода. На сегодняшний день пространство четвертой мерности наполнено только на 2-3%. В основном это те, кто определял свою жизнь как служение и способы изменять свое сознание по отношению к пространству. Задача этих нескольких тысяч первопроходцев будет преобразование этого пространства, подготовка, расширение его возможностей, осмысление и обучение тех, которые пойдут за ними. Анна Аверина Корректор А.Кулакова